Мы с вами добрались до типа анмелиды или кольческие черви. И поговорим сегодня об их строении, разнообразии и биологии. Еще раз давайте я вам напомню, что тут происходит, кто зачем, как и почему. У нас есть две основные ветви биоатрально-симметричных животных. Это первичные ротые животные и вторичные ротые животные. Большая часть животных, которых мы с вами будем рассматривать, относится к веточке первичных ротых животных. И, собственно, сейчас мы с вами находимся в группировке трахоформные животные. Как группировка трахоформные животные, из интересующих нас типов, относятся плоские черви, которых мы с вами разобрали на прошлом занятии. Это кольчатые черви, которых мы, наверное, разберем сегодня. И это моллюски, к которым мы с вами в ближайшее время перейдем. Собственно, тип анмелиды или кольчатые черви. Относятся они к животным, к биоатрально-симметричным животным, к трехслойным животным. Соответственно, у них есть три листочка, три зародышевых листа. Это эктодерма, мезодерма и энтодерма. К первичным ротам животным, то есть бластопор у них перешел в рот. И к трахоформным животным. Трахоформные животные имеют в своем жизненном цикле трахоформоподобную литинку. Вообще, трахоформа это такая литинка весничная, которая как раз характерна для кольчатых червей. Давайте порисуем ее сразу. Это такая яйцевидная литинка. У нее есть тротовое отверстие. У нее есть анальное отверстие. И у нее есть кишка, которая соединяет ротовое и анальное отверстие. Соответственно. Помимо этого, у нее есть тапикальный теменной султанчик. Это скопление ресничек на верхней части печенки. И также там есть скопление нервных клеток. Соответственно, этот султанчик впоследствии перейдет в нервную систему, в образование нервной системы. И даст сначала церебральному ганглю. То есть, собственно, по сути, к головному мозгу. Сейчас я хочу... Все. Помимо опекального теменного султанчика, у трохофора есть еще, ну, чаще всего, три, а может быть, и больше ресничных шнура. Первый ресничный шнур – это приоральный. То есть, перед ртом. Первый ресничный шнур. Тут у него есть тресничка. Значит, после рта идет постторальный ресничный шнур. О нем тоже есть реснички, соответственно. И есть еще приоральный ресничный шнур. Соответственно, реснички приорального и постторального ресничного шнура бьют в сторону рта. Соответственно, сейчас. Поэтому приоральный бьют вниз, а постторальный бьют наверх. Получается вот таким образом. И, соответственно, гонят они пищу на аборальное ресничное поле. То есть, на около ртовое ресничное поле. Соответственно, есть ресничная личинка, которая фильтрует воду путем биения шнуров ресничных в сторону рта. Будет являться трохофороподобной личинкой. Потому что вообще ресничных личинок их много. Они очень разнообразные. И только в самом классе, в самой группе трохофорные животные реснички очень разнообразные. Но их всех отличает то, что бьются они в сторону. Что реснички этих личинок бьются в сторону ртового отверстия. Ранее тип аннелида классически подразделялся на три класса. Это полихета, то есть многощетинковые черви. Олигохета, то есть малощетинковые черви. И герудина, то есть явки. На данный момент современные филогенетические исследования показывают, что это все не совсем правда. И сейчас принято делить аннелит на эрантных и седентарных. При этом полихеты разваливаются на две части. Одна из которых относится к эрантным аннелитам. Вторая из которых относится к седентарным аннелитам. Олигохеты и пиявки же в свою очередь образуют группу поисковых червей. То есть они выделяются в отдельную группу в глупировке седентарий. Но для того, чтобы не путаться, мы с вами в этом курсе оставим классические представления, что у нас существуют с вами полихеты, олигохеты и пиявки. И, собственно, термины будем использовать скорее в классическом ключе. Итак, головной конец у всех аннелит устроен достаточно сходным образом. Часто на головном конце у них располагается простомиум. Простомиум – это вырост головного членника. Это не сегмент. Вот он, простомиум. Это не сегмент, не конечность. Это именно вырост. И, собственно, между простомиум и пиястомиумом находится ртовое отверстие. Это где-то вот тут. Сейчас вот у меня обратно, наверное, на красный. Вот здесь вот такое отверстие находится. При этом простомиум не сегмент. Первый сегмент – это перистомиум. Но на простомиуме могут располагаться различные сенсорные структуры. Там, в частности, могут быть всякие пальпы, попилы, антенны, другие выросты. Также на головном конце есть глаза. Глаза у них могут быть простые, могут быть сложные. Их может быть несколько пар. И, в частности, глаза у них могут располагаться не только на головном конце, но и, например, на анальном конце тоже. Вообще, головной колец у некоторых полихет может выглядеть достаточно устрашающе. Например, может выглядеть как-то вот так. Соответственно, здесь у нас видны большие красивые мандибулы. Вот тут вот будет находиться ртовое отверстие. Мандибулы – это верхние челюсти. У нас с вами тоже есть мандибулы, но у нас мандибулы образовали нижнюю челюсть. Мандибулы – это разные сенсорные придатки. Вот они. У некоторых аналит могут располагаться на головном конце. Мандибулы – это органы обонятельные. Ну и вообще, голова принимает у них активное участие в процессах захвата пищи. Потому что, например, есть сидящие полихеты, которые высовывают из субстрата только свой головной конец и с помощью него активно охотятся. Едем дальше. Для аналит в целом характерна сегментация. При этом сегментация или метамерия. При этом метамерия у них бывает гомономная и гетерономная. При гомономной метамерии все сегменты будут одинаковые и по строению, и по внутреннему содержанию в основном. Но на самом деле самое важное, что они снаружи будут все одинаковые. Как, например, вот в этом случае. То есть у нас весь червь состоит из одинаковых кубиков. В случае гетерономной метамерии у нас есть несколько частей червя, который каждый состоит из своего типа кубиков. Например, там сначала идут головные сегменты. Они имеют одно строение. Потом они заканчиваются, начинаются центральные сегменты, они имеют другое строение. И так далее. Потом могут быть хвостовые сегменты, они будут иметь третье строение. Соответственно, количество и тип строения вот этих сегментов, он определяется внешними условиями. Потому что если на червя внешние условия, на все сегменты червя внешние условия действуют одинаково, то вероятность того, что у этого червя будет гомономная метамерия, то есть метамерия, то есть тело, которое состоит из одинаковых сегментов, она выше, чем если на разные части тела червя действуют разные условия. Поэтому обычно для свободно живущих аннелит характерна гомономная метамерия, то есть все членьки одинаковые, а для сидячих гетерономная, то есть членьки разные. Так, меня спрашивают, что такое мандибулы. Почему-то слово мандибулы переврали. Мандибулы. Это челюсти. Верхние челюсти в случае беспозвоночных животных. Это преобразовавшиеся, в эволюционном смысле, преобразовавшиеся конечности. Вот, я надеюсь, я ответила на вашу вопрос. У аннелит есть пигидий и есть простонум. Это не сегменты, это анальный и оральный выросты соответственно. Пигидий располагается на задней стороне тела, простонум на передней. У них нет своих конечностей, сами они конечностями не являются. Первым реальным сегментом тела считается перистонум. И также для аннелит характерна часто вторичная членистость. Это значит, что внешняя членистость не совпадает с внутренней членистостью. Особенно ярко это выражено, например, у пьявок. Потому что у пьявок внешне всегда 33 членистость. Внутри члеников обычно меньше. И они не совпадают, собственно, с внешней членистостью. У аннелит есть такие недоконечности, скажем так, которые называются параподии. Они еще не до конца сформировались, ну в смысле не до конца сформировались, чтобы считать их конечностью. У них есть две веточки. Это нотоподия и невроподия. При этом верхняя веточка называется нотоподия как раз. А нижняя веточка называется невроподия. Потому что снизу у нас проходит брюшная нервная цепочка. Соответственно, брюшная нервная цепочка снизу, невроподия тоже снизу. У параподии могут быть щупики, соответственно, нотоподиальный щупик, который принадлежит нотоподии. И невроподиальный щупик, который принадлежит невроподии. На ветвях параподии располагаются щетинки. Их много может быть. Они могут быть очень разнообразные по строению. Обычно их по два пучка на каждой веточке параподии. В некоторых случаях, когда параподии используются для активного движения, плавания или рытья, параподия может быть укреплена ациклами. Вот это две щетинки, которые проходят, соответственно, по одной в каждую веточку. Они залегают внутри параподии и армируют ее. У аннелит есть достаточно плотная кутикула. Однако эта кутикула обладает очень высокой растяжимостью. У нас есть эпителиальная клетка, которая образовывает микровилья или микроворсинки. Это такие складочки мембраны клетки на ее апикальном конце. Микровилья синтезирует активно коллаген. И на самом деле не только коллаген, а еще другие всякие фибриллярные белочки. И этот коллаген и другие фибриллярные белки откладываются слоями между микроворсинками, образуя толстую растяжимую кутикулу. То есть вот это словно коллаген. Некоторые эпителиальные клетки синтезируют щетинки. Вот они, щетинки. Они разные, красивые, сложные по своему строению. Являются систематическими признаками для многих аннелит. И щетинки эти устроены специализированным образом. Значит, они погруженные в эпители. Ну, собственно, здесь видно, что основание щетинки находится ниже, чем слой эпители. Получается это следующим образом. У нас есть, собственно, эпители, которые идет, 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 образуют такую инвагинацию. И дальше идет инвагинация, это впячивание. Такая вот получается инвагинация. И на дне этого впячивания располагаются специализированные клетки, которые называются хетобласты. Вот они. Это клетки, которые синтезируют, собственно, щетинки. Эти хетобласты на своих верхних частях несут длинные микроворсинки. А микроворсинки активно откладывают коллаген. Образуют такую решеточку из коллагена. И после этого на эту решеточку из коллагена надевается хетин, который также синтезируется клетками хетобласта. И получается, что щетинка у нас, она полая внутри и одета на клетку хетобласта. И вот такое строение щетинок характерно для трохофорных животных и для их близких родственников, для лофофорад. Что объединяет их в группировку лофо-трохозоа. В частности, на полости тела наши прекрасные аннелиды относятся к таламическим животным. Соответственно, их вторичная полость тела представлена целомом. При этом целом разрастается очень сильно и практически полностью вычисняет гемоцель. То есть вот так у нас выглядела какая-то предковая форма. И здесь у нас подписана полость как блостоцель. Блостоцель, она же первичная полость тела, она же гемоцель. Гемоцель ограничена базальной пластинкой. С одной стороны, она ограничена базальной пластинкой эпителия. То есть вот здесь у нас базальная пластинка эпителия. Нет, неправильно. Вот тут. Базальная пластинка. Эктодермы давайте напишем так. Давайте я ее, наверное, даже прорисую. Как зелененьки не видно. Вот она. Она не очень ровненькая, но не суть. Это не главное. Главное, что она подстилает всю эктодерму. Это базальная пластинка эктодермы. И у нас есть целом, который выстан целомическим эпителием или целотелием. И его базальная пластинка также находится, обращена в сторону блостоцели или гемоцели. Вот. Вот. Соответственно, все, с чем контактирует у нас гемоцель, это базальная пластинка. Потому что даже кишка, вот эта кишка. И кишка, естественно, выстана гастродермисом. У гастродермиса тоже есть базальная пластинка. Она находится вот тут. Нельзя. Соответственно, это у нас базальная пластинка гастродермиса. И кроме базальной пластинки гемоцель ничем не ограничена. Соответственно, гемоцель – это первичная полость тела, которая ограничена исключительно базальной пластинкой. Это если мы будем именно определение писать. Так, потом целом начал сильно разрастаться. Разросся он до того, что вытеснил гемоцель до тоненькой прослойки между, собственно, целомом и эктодермой, и до кровеносных сосулюд. Соответственно, мы помним, что все вот эти клеточные выстилки имеют свою базальную пластинку. Сейчас возьму и здесь вот нарисую базальные пластинки на кусочки. Вот базальная пластинка пошла. Вот здесь базальная пластинка тоже у нас есть. Тут базальная пластинка тоже есть. Здесь она есть. И тут тоже. Все эпители имеют базальную пластинку. А гемоцель – это пространство, которое находится между базальными пластинками. И эта гемоцель дает начало, собственно, кровеносным сосудам. То есть кровеносные сосуды у нас не как-то по-особому закладываются, а это остатки гемоцелей, которые ограничены базальной пластинкой целома, эктодермы и гастродермы. Значит, нас сейчас будут интересовать в основном спиной и брюшной кровеносные сосуды, как самые крупные кровеносные сосуды. То есть вот у нас спинной кровеносный сосуд. Вот брюшной кровеносный сосуд. Ну и еще у нас есть кожная кровеносная сеть и кишечная кровеносность. значит от нас взаимное положение целома и гемоцеля играет важную роль в выделительной системе вот так у нас выглядит выделительная система у андрит и у других животных с метанифредиальной выделительной системы выделительной системы представлены метанифреди значит вот у нас целом вот это целом зелененькая красненькая это кровеносный сосуд соответственно вот тут у нас есть базальные пластинки на самом деле на этих схемах есть базальные пластинки но они очень плохо видны он продолжаем извините просто значит здесь у нас тоже есть базальная пластинка вот здесь у нас тоже есть базальная пластинка вот она которая подстилает целомические петели вот она вот идет вот здесь туда она переходит в базальную пластинку эктодермы и знаете соответственно второй половинке то же самое все но я не буду сейчас рисовать то что долго и криви получается соответственно вот это все это тоже гемоцель потому что она ограничена базальной пластинкой соответственно целом лежит с целом зажимает гемоцель значит и целом связана нет нет радиальной выделительной системы на кровеносных сосудах которые остаются зажатыми между целомическими мешками сидят специализированные клетки они называются подоциты вот они это специализированные клетки целомического эпителия которые имеют на своем конце сократимую часть то есть эти клеточки выглядят вот так если их покрупнее нарисовать них есть жгутик ну ресничка она есть у всего целомического эпителия и сократимая часть вот этой сократимой частью они облегают остаток гемоцели то есть вот эти кровеносные сосуды и соответственно подоциты могут нажимать на кровеносные сосуды увеличивая там давление весь давление растет из-за разницы давлений через базальную пластинку вода и низкомолекулярные вещества выдавливаются в целом низкомолекулярные соединения целоми образует сток воды в связи с тем что реснички воронки метанифриде то есть вот эти вот реснички они бьются бьются направляя жидкость в воронку метанифриде дальше идет трубка метанифриде трубка метанифриде очень длинная извитая и лежит она гемоцели там из нее может происходить вторичная реадсорбция воды и некоторых важных ионов и солей затраты энергии а соответственно все все то что нам не надо конкретно продукты азотистого обмена выходит через выделительную пору во внешнюю среду а 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 так отвечаю на вопрос базальная пластинка это получается оболочка нет базальная пластинка это подставка под эпителий базальная пластинка состоит из фибриллярных белков и это слой вне клеточного вещества то есть это не клеточный слой это вне клеточное вещество которое представляет из себя такую волокнистую структуру на которой сверху например сидят клеточки уже конкретно вот так клеточки сидят на этой волокнистой структуре собственно через эту волокнистую структуру клетки могут обмениваться какой-то веществами потому что внутри нее также есть жидкость и базальная пластинка является необходимым условием для образования настоящих эпителий если еще раз хорошо все что нам надо понимать просто начнем сначала у нас есть кровеносный сосуд окруженный базальной пластинкой есть целом у которого есть своя клеточная выстилка то есть целотелей который также подстилается базальной пластинкой и это же базальная пластинка ограничивает кровеносную систему значит целомический эпителий который сидит на условно на кровеносных сосудах ну то есть разделен там естественно есть базальная пластинка между этими всем между этим всем преобразован преобразован в подоциты подоциты такие клеточки с сокративыми выростами подоциты давят на кровеносный сосуд там повышается давление из-за того что в целом и давление ниже то просто из-за разницы давлений вода с низкомолеку с низкомолекулярными соединениями протискивается через базальную пластинку потому что базальная пластинка если на нее смотреть сверху это такая решеточка условно которые есть ячейки то есть пустоты и через эти пустоты продавливается вода и низкомолекулярные соединения такие как собственно соединение азота вода с соединениями азотистого обмена и не только с другими солями тоже оказывается в целоме а в целоме есть целомическая жидкость целомическая жидкость при этом всегда имеет имеет направление течения она течет в сторону воронки метнефридия соответственно тут так бьются реснички что вся целомическая жидкость рано или поздно затекает в воронку метнефридия и дальше попадает в канал метнефридия вот канал метнефридия канал метнефридия длинный и извитой за счет этого там может происходить вторичная реадсорбция воды по градиенту концентрации потому что в гемоцеле воды меньше чем в выделительном канале получается а это все у нас гемоцель вот это вот и вот это вот потому что ограничена базальный пластин здесь было бы ограничено чем-нибудь другим мы бы говорили что это что то другой и сдс Wr0н оно ограничено базальное пластин а базальные пластинки Graham у нас ограничено только гемоцель значит обратно выходит вода обратно могут реадсорбироваться необходимые ионы и соли, а продукты азотистого обмена с остатками воды выбрасываются через выделительную пору. Теперь понятно? Очень важно относительно выделительных систем запомнить, что фильтрация может проходить только через базальную пластинку. Так, хорошо. Если что, лучше напишите, что можно. Мы еще раз вернемся к выделительной системе, потому что если вы это сейчас не поймете, то дальше вам будет сложно... Короче, мы будем усложнять, мы постепенно усложняем животных, которых мы проходим, вам будет становиться еще сложнее, поэтому, если что, лучше в течение этого занятия я вернусь еще раз, расскажу вам про метанифрит. Окей, ну там было размножение, ну про размножение будем побольше, попозже, развитие тоже чуть-чуть попозже, картинки мне просто не очень нравятся. Нервная система состоит из надглоточного и подглоточного нервных ганглиев или нервных узлов, которые соединены окологлоточной комиссурой, то есть, собственно, связочка окологлоточная с образованием окологлоточного нервного кольца, и от брюшной части этого кольца отходит брюшная нервная цепочка, которая представлена двумя стволами, и в каждом членнике есть свой нервный узел, от которого отходят поперечные веточки, собственно, уже каких-то нервов, боковые нервы. Значит, окей, теперь разнообразие. Вот, извините, они просто грызут, но очень приятно иногда бывают. Полихеты, ну, в общем, все аннелиты делятся на ирантных и седентарных. Ну, в той системе, которую мы будем использовать, именно полихеты делятся на ирантных и седентарных. Собственно, полихеты – это очень большой класс, очень разнообразный класс аннелит. Они бывают как сидячие, так и свободно живущие. В основном морские, но некоторые могут заходить в солоновато-водные и пресные водоемы. Простомы могут быть как фильтраторами, так и хищниками, так и дотритафагами. Для них характерно наличие выраженных параподий на сегментах. Достаточно развитый простомиум, то есть головной вырост, который не является сегментом. И сенсорные придатки, в том числе у них есть нюхальные органы. Это органы обонятельные, соответственно. Есть татацисты, есть глаза разного строения. Ну, как я уже сказала, в основном морские. И для них характерно примитивное оплодотворение, то есть оплодотворение внешнее. Развитие. Собственно, вот та самая личиночка трахофора. Здесь мы видим, из каких бластомеров что у нас развивается. На самом деле вам это, наверное, не надо пока что знать. Но пусть будет. Собственно, мы можем увидеть, что все метамеры развиваются из одного бластомера, что достаточно интересно. И только в головном вырасте и в первом сегменте есть другие бластомеры. При этом в простоме, который не является сегментом. У нас есть аж три бластомера. Там есть кусочек от С. Вот тут вот зелененький. А достаточно большой кусок от В. И еще такой же кусок от А. Собственно, здесь мы видим как раз строение ресничных покровов у трахофора. У нее есть апекальный теменной слутанчик. Вот он. У нее есть приоральный ресничный шнур, то есть который перед ртом находится. Посторальный ресничный шнур, который после рта находится. И прианальный ресничный шнур, который вокруг анального отверстия находится. Здесь они называются по-латыни, но достаточно будет этих, наверное, терминов, которые я сказала. И тут у нас хорошо нарисована околотартовая ресничная зона. Мы помним, что реснички приорального и постарального ресничных шнуров бьются к рту. Вот так они бьются. Что является характерным для всех личинок трахоформного типа. Нарастание сегментов идет с конца между последним сегментом и пигидием. Сегментом, пигидием есть, собственно, зона роста, в которой происходит нарастание новых тлений. Сначала мы с вами поговорим об эрантных полихетах. Это так называемые бродячие полихеты или свободно плавающие полихеты. Они, собственно, активно передвигаются. У них нет постоянных трубок и для них характерна гомономность. То есть все сегменты тела одинаковые. У них встречаются а-токные и эпитокные формы. И это как раз разговор про размножение. Значит, эпитокные формы имеют такую особенность, что они все вместе всплывают в одно и то же время для того, чтобы выбросить свои половые продукты. Обычно это происходит в полнолуние, в прилив, ночью. Они все всплывают и выбрасывают свои половые продукты. Собственно, в этот момент вода выглядит так, как будто бы она закипает, потому что обычно эрантные полихеты питают достаточно большими популяциями. Когда вся популяция полихет всплывает и выбрасывает половые продукты, выглядит это зрелищно. Почему это происходит? Потому что они ждут максимальный прилив. Максимальный прилив будет в полнолуние, соответственно, ночью для того, чтобы синхронизоваться всем и одновременно выбросить половые продукты. И такие формы называются эпитокные. А токные формы выбрасывают половые продукты когда-нибудь. Примерно в одно время. Но там с разрывом, например, они начинают на вторую неделю июня, заканчивают на четвертую неделю июня. Вот все это время части колонии, отдельные особи выбрасывают половые продукты. Соответственно, у эпитокных форм репродуктивный потенциал, конечно, гораздо выше. Значит, немножечко пробежимся по семействам. Ну, наверное, известное вам семейство, относящееся к рангам и полихетам, это мерииды. И у них как раз мы можем увидеть, что все членники практически одинаковые. Но к заднему концу членники становятся меньше, потому что членники растают сзади, и, соответственно, они просто еще не успели дорасти до своего нормального размера. Следующее семейство свободно живущих полихет – это полидациды. Они в целом похожи на мериид, но они обычно несколько крупнее, у них ярче выражены различные сенсорные придатки. Вот есть, например, глаза хорошо выраженные. Есть антенны какие-нибудь, есть различные сенсорные, сенсорные попилы, сенсорные щитки. Есть хорошо выраженные параподии, потому что они с помощью них плавают и роют. В основном плавают, на самом деле. Следующее семейство – это полиноиды. И это уже, если предыдущие два семейства были в основном пилогические, то есть жили в толщу ады, то полиноиды – это уже семейство бенцное. Они ползают по субстрату, и поэтому со спинной стороны они ограничены, не ограничены, они как-то прикрыты специальными пластинками. Собственно, вот эти пластинки, по одной пластинке на каждый сегмент. Эти пластинки называются элитры. Эти элитры защищают их, собственно, от нападения хищников, потому что элитры плотные, хитинизированные, и за счет элитр они приобретают очень красивый блеск, потому что хитин на солнечном свете переливаются очень разнообразно. И, наверное, последнее, что мы с вами сегодня рассмотрим, это группа седентарных полихед или сидячие полихеды. Чаще всего они строят себе какие-то трубки или домики. При этом трубки могут быть как секретационные, то есть они их сами секретируют, так и агглюцинированные, когда они их склеивают из разных кусочков материала, который рассыпан вокруг. Чаще всего седентарные полихеды являются фильтраторами, гнутоедами, в некоторых случаях могут являться хищниками-засадчиками. Для них характерна гетерономность, то есть гетерономная метамерия, то есть есть сегменты разные по строению. И в целом для седентарий характерна редукция параподий, ввиду того, что в целом они не очень-то и нужны, потому что животные сидячие чаще всего параподии редуцируются до жабр. И первое семейство из сидячих полихед, которые вы, наверное, встречались с которыми, это аринеколиды. В частности, к ним относятся пескожил. Но это вообще в целом семейство пескожилов. И здесь мы с вами хорошо видим, что у нас тело животного подразделяется на две части. Вот есть раз часть, хоботок, на котором сегменты одного строения. Дальше идет условно грудь, но средняя часть, где хорошо выражены жабры, и хвостовая часть. Собственно, это и говорит нам о том, что метамерия гетерономная. Пескожилы живут в трубочках, которые они выкапывают себе в песочной части литерали. И эти трубочки имеют О-образное строение. Вот такие вот трубочки. Здесь сидит червяк. Соответственно, пескожилы являются грунтоедами, поэтому со стороны, где у пескожила голова, образуется со временем ямка, потому что он выедает нам грунт. А там, где у пескожила анальное отверстие, образуется холмик. И вот в таких вот трубочках они живут. Соответственно, вот здесь каждый холмик означает, что под ним живет пескожил. Пескожилы активно используются для рыбалки, потому что они жирные, и на них хорошо пьет рыба. Они являются типичными грунтоедами, соответственно, они прогоняют через свою пищеварительную систему большие объемы грунта и выделяют из него всю органику, которую можно скушать. Следующее семейство это семейство мальдониды. И они характерны тем, что у них образуются агглютинированные трубочки. То есть они из своего тела выделяют клейкий секрет, который склеивает активно большое количество песчинок, превращая их в агглютинированную трубочку. Следующее семейство это сабелиды. У них уже трубочка секретационная, то есть они ее секретируют. И для них характерен большой красивый венчик жабы, через который они собственно фильтруют воду, они являются фильтраторами и питаются с помощью них. Близкое к сабелидам семейство, семейство серпулида, у них тоже есть соответственно жабры, но эти жабры уже спирально загнуты, спирально закрученные для большей эффективности питания. И последнее, о котором я вам хотела рассказать, это животные, населяющие так называемые черные курильщики. Черные курильщики это выход гидротермальных вод на дне океана, связанные с высокой концентрацией железа, серы и других важных для жизни минеральных веществ. И вот рядом с такими источниками живут совершенно уникальная группа аннелит, ну группа полихет, это вестиментиферы, собственно это обитатели гидротермальных источников, у них отсутствует ротовое отверстие и кишечник, а место кишечника заменено губкообразной тканью, внутри которой живут эндосимбионты. Эти эндосимбионты представлены бактериями, которые участвуют, например, серофиксирующими бактериями, например. И, соответственно, эти симбионты дают вестиментиферам энергию, в то время как вестиментиферы дают симбионтам место для жизни. У них есть щупальца, вот эта вот собственно красная часть это щупальца, с помощью которых они улавливают соединения серы и транспортируют их в трофосому. Это вот это как раз губчатая ткань, которая заменила кишку и там что-то передают соединение серы бактериям и бактерии из них уже делают энергию. И еще одно интересное семейство это семейство поганофоры. Они также являются обитателями донных сообществ рядом с гидротермальными источниками, но они уже используют метан, то есть у них метанофиксирующие бактерии. И последнее точно уже семейство на сегодня это семейство азедокс или зомби ворм. Это такие интересные червяки, которые выедают костный мозг млекопитающих. Соответственно питаются они обычно на разлагающихся тушах китов. Выглядит это вот так. Вообще любое крупное млекопитающее затовывшее в океане становится резко очагом жизни глубоководной, потому что еды там мало, когда туда опускается такое большое животное, значит это становится таким оазисом, на котором питаются все, кто только может дотянуться. в океане китово, а в океане